Семья Владимира Машкова сообщила страшную новость. Великий советский российский актёр театра и кино, так и не состоявшийся как драматург и режиссёр, скончался в больнице. Он был руководителем самого талантливого творческого коллектива столичного театра Олега Табакова. Владимир Машков родился в Туле 27 ноября 1963 года в семье творческих людей, переехавших в Новокузнецк в 1960-е годы. Родители устроились в кукольный театр, мать режиссёром, отец актёром в Новокузнецкой школе. Машков стал проявлять больший интерес к сцене, нося длинные волосы и играя на гитаре перед учениками десятого класса школы, и даже начал участвовать в собственных спектаклях вместе с родителями. Путь Машкова к актёрской карьере был непростым. Первым его испытанием было поступление в Красноярский государственный университет искусств, но он провалился. Затем он поступил в театральное училище в Новосибирске. В одном из интервью артист признался, что поступил туда из-за отсутствия мальчиков в классе, но и здесь не обошлось без скандалов. В 1984 году студента отчислили за драку, после чего он уехал в Москву. В том же году молодой Машков поступил в школу-студию МХАТ к своему педагогу Михаилу Тарканову, но и здесь его отчислили за буйный нрав. Через год Машков начал заниматься у Олега Табакова, а в 1995 году он сыграл яркого персонажа в драме Коренаших Назарова. Дочь американца принесла актёру славу одной из самых ярких страниц в голливудской фильмографии Владимира. Среди его заслуг – роль плохого русского в блокбастере «Миссия невыполнима», «Протокол Фантом», а в 2007 году он получил роль заместителя директора Одесского бюро уголовного розыска. В личной жизни Владимира было четыре брака и первая жена – Елена Шевченко. Он познакомился с ней в молодости на одном из курсов театрального училища, женился на ней после бурного романа, но их молодой и талантливый брак был обречён вскоре после рождения дочери. Затем он женился во второй раз на актрисе Мхата Олени Хованской, с которой развёлся ненадолго, имея трёх жен. Он встретил в Голливуде дочь актрисы Ксению Терентьеву, с которой познакомился на кинофестивале, а во время съёмок фильма встретил Оксану Шелест, американскую актрису украинского происхождения, которая стала его четвёртой женой. Разница в возрасте составляла 22 года, но отношения продлились недолго. Через два года в СМИ появилась информация об их расставании. Сам Владимир никак не комментировал своё семейное положение.